Всем привет! У меня в руках десяточка. Десяточка интересная, потому что я ее выкопил у одного из своих постоянных клиентов за пятак. То есть iPhone X за пять тысяч. Казалось бы, халява, да? Жень, халява? Я тут Женька сидим, он попивает водичку. Я к нему сразу приехал, потому что с этим телефоном надо что-то делать. Какие мы имеем вводные? То есть у него себестоимость у этого телефона оказалась у нас пять тысяч рублей. Ну, а далее, естественно, его типа как познакомиться. Сколько такой Авито вообще в рынке стоит, как думаешь, твое мнение? Целый или сломанный? Не, вот такой. Вот именно вот эту трубку, вот сейчас на Авито ее пульнуть. Да мне кажется, если 10 уйдет. За 10 уйдет? Да-да, даже за 15. А учитывая, что у него зеленые полосы, зеленые полосы, черные экраны. Ну, фиг, может быть, кому-нибудь и за 15 уйдет. За 15? Серьезно? А нахера эти все новые, ну, целые по 25 продают? Я не знаю. Ну, можно поставить 15 торг. Может, кто-нибудь купит. Ну, короче, ребяточки, смотрите, что мы имеем, какие вводные в этой трубке. У нее нет никакого комплекта, у нее нет никаких коробок. Единственное, что там есть где-то чек, ей уже больше двух лет. Два года и три дня. То есть, ну, она ни под что никак не попадает, само собой. Дальше. У нее выломан корпус. У нее выломан корпус вот в этом месте. Ну, вот он сдвигается. Хотя не полностью. То есть, рамка вот эта пластиковая, она не полностью сломана. У нее в дрова разбита задняя стекляшка. И у нее целый дисплей, если вот так смотреть, но есть пятно. Пятно – это вот часть мертвой матрицы. И также есть зеленая полоса. И зеленая полоса сверху. Но в остальном, в остальном, да, этот аппарат более-менее целый. По легенде, там, да, как рассказали, его просто женщина, она, так я понял, уронила. И еще раз, еще несколько раз уронила, короче. Телефон, видимо, ей стал не нужен. Еще есть изогнутость вот этого стального корпуса немножко вот в ту сторону. Вот. Естественно, блокировку iCloud мы сняли. То есть, чтобы какая-то была ценность уплаты. И наша задача сейчас с Женей посмотреть. В общем, я этот телефон хочу восстановить максимально дешево. То есть, это, знаете, такой будет проект о том, как мы можем получить iPhone X, ну, реально, вот по низу рынка. То есть, Женька, ты пока ковыряешь свою семерку, рассказывай пацанам, что вообще у нас план работы такой. Потому что я сейчас попросил. Вот я просто прошу сделать почти по себестоимости. То есть, минимальная цена будет по работе, самые простые запчасти. Если вот реально вот восстановить заднюю стекляшку, более-менее похожую на оригинал, восстановить корпус, не знаю, там, новый, не новый, или этот как-то вытащить. И по экрану. То есть, по экрану, какие у нас есть решения и бюджет, какой мы можем заложить сюда. То есть, вообще определить, есть ли смысл вот в этой мороке или нет. В общем, корпус у нас весь гнутый. Здесь вот с этой стороны был удар прям сильный и замяло вот эту часть. То есть, корни. А, я еще не показал, да, то, что вот рамка экрана, она выскочила из стальной рамки. Вот, вот, вот. На пальце. Ну, сейчас давай откроем его, покажем. Бюджет какой минимальный можем заложить? Ну, экран сразу говорим, типа, если переклеенный оригинал, типа, вот. Ну, можно с царапанной, допустим, найти оригинал, снятый, типа, тысяч за 8-9 будет стоить. 8-9, а для меня? Ну, 8. Ну, да. Ну, по-братски. Чуть-чуть, может, дешевле. За 7. Ну, допустим. За 7, ну, просто, блин, ну, это называется бич десятка. Бич айфон 10, то есть, я на него потратил пятак уже, мне сейчас нужно, получается, минимум, минимум 7 на оригинальный экран, на заднюю стекляшку. Корпус уже здесь не восстановить, не выгнуть нормально. Почему? Потому что это сталь. Ну, сталь согнулась, ты ее не выгнишь вообще никак. Нормально. А с гнудом ходить? Абсурд? Ну, в теории можно, но у тебя экран не встанет. Он потом будет отклеиваться рамкой, и получится такая же вот шляпа. Ага, ага. Ну, как бы, зачем? Так, а корпус тогда где взять? Корпус либо покупать в магазинах, и, то есть, переклеивать, ну, там стекло будет очень неплохого качества, переклеивать нормально стекло заднее. Типа, выйдет себестоимость в районе тысяч трех, наверное. Плюс перекидывание всех вот этих... Ну, всех потрохов тебе нужно на еду накинуть. Типа, да, тысячи две-три. Нихуя он жрет, блядь, пацаны. Крупалый. Ага, в любом. Ну, и, в принципе, все. То есть, семь плюс две-три плюс две-три, это примерно тысяч тринадцать. Ну, типа, да. То есть, у меня получится десятка с оригинальным экраном, да, с корпусом, не сам... А корпус будет стальной? Корпус будет стальной. Ну, это китайский будет, наверное, восстановленный какой-то корпус. Но поставим на него нормальное заднее стекло. Не, а сама вот сталь, она будет нормально ловить сигнал, Wi-Fi. То есть, здесь сто процентов будет хорошо. Понял. Слушай, давай его откроем, посмотрим, что внутри. Вдруг нас ждут какие-то скрытые, блин, дефекты, потому что есть же шанс. Ну, в теории, да. Вообще, понятно, скрывался он, не скрывался, потому что хоть знакомые его отдали, но... И, соответственно, если мы уже этот телефон, вот такой рабочий вид приведем, его, может быть, тысяча двадцать пять даже можно будет. Ну, какой смысл? Ну, либо, этот, получается, достался дешево десятый iPhone, и, типа, можно его еще как-то, этот... Кому-то, типа, подогнать по дешевке, типа, своим же, там... А, ну, знакомым. Да. Ну, либо продать на авито. Слушай, интересно, что у него внутри нас. Я извеюсь, ребят, это... Ну, надо меня поворачивать. Женек, это... Не могу найти шарики. Баночку, у тебя есть? Да. Занюхайся, пожалуйста. Занюхайся. С шариками? Клей есть. Опять занюхаться? Да какой? А, ты проклейки, что ли? Есть. Да, ну, тяжело отходит экран. Тяжело? Да. Слушай, а вот эта вот матрица, все, это помойка, да? Ну, в теории, да. Ну, понятно. Она поплыла, ну... Не, ну, там две зеленые полосы плюс пятно черное, то есть... Да. Ну, в теории, как бы, тачскрин везде работает. То есть, в принципе, переклеить и сказать, что гарантия. Ну, типа, вы рамку подклеить, да, типа... Не, ну, там же пятно от удара все равно что-то. Ну, не так. Ужас, короче. Блин. Ой. Да, поплыло. Все. Дальше. Ну, это, в принципе, логично. Потому что... Вот, ребят. Вот до этого момента, до вскрытия не было, этой штуки появилось. Расслоение матрицы идет. Зеленая полоска все-таки от удара, да? Ты видел, как все моргнуло? Да. Ну, нет, он чет-четкий. Так, где проклейка? А, блин, все прогнуло здесь. Проклейка, вот она осталась. Я говорю, спирт вообще... Спирт, да, все-таки решает. Да, вот, вот. Оригинальная проклейка вся на месте осталась, вот она. И также, ну, здесь вот только здесь она, нормально. Вот она осталась на дисплее, вот в этих местах. А во остальных все, она просто отклеилась. Поэтому спиртик решает. Так, ну, внутри, компонент, батарейка влютим. Батарейка, вот здесь вот, не знаю, дырочка, не дырочка. Это... Че, это, блин, здесь в этом месте? А, это вот как раз-таки вот это место, походу, на него давило. Ну, здесь, видишь, согнуто все. Рамку по-любому, то есть, уже все в утиль. Ну, так вот, все ровно. А так он все ровно внутри. И не ковыряли, да, я вам, потому что следов никаких нет. Да, 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 то есть он, типа, первый раз... Ну, не самый худший вариант, так скажем. Да, вот это надо сейчас, чтобы узнать, работает у него ли этот... Да, красавчик. Да, послушал, почему в альфоне? Только что ловил, Жень, сломал бы ли? Опять сломал. Ковыряшкин. Ну, вообще, на самом деле... Короче, за пятнашку у меня забирать сейчас будешь. А, еще, знаете, что жир? Это 256 гиговый. Ну, там плата одна, 13 рублей. Думаешь? Конечно. Минимум. А, ну, тут смотри, ну, плохо ловит Wi-Fi, я так скажу. Что-то с батареей, что-то с антенкой? Может быть, с самим Wi-Fi. Ну, потому что он только одну сеть поймал. Угу. Ну, прикольно, да, пятнышко? Для офига. Нет, подключение сети. Это вообще плохое ловит. Может быть, все-таки что-то с антенками быть. Или с моделом. Женя, к нам число перевезут сегодня, нет? Ну, должен. Может быть, я сейчас отвечу, покажу. Короче, ребят, пока Женька отвечает, по работе. Напишите в комментариях, что вы думаете с этим телефоном делать? И как его ремонтировать? Какими запчастями? Потому что можно поставить, конечно, Ти-фтишный экран. Но, блин. Женек, а сколько стоит Ти-фтишный экран на десятку? Самый простой. Блин, если честно, я не знаю. Я знаю, что туалеты... Но Илюха не поменяют. А там же этот. А вот если такой, самый прям дешевый. Ну, я не видел. Ну, точнее, не знаю. Цены последние только лет видел. Ти-фти может вообще вышли. Блин, честно говоря, ну, тысяч, наверное, 12. Так, ребят, ну, сейчас его активируем. Посмотрим, что он нам скажет. Давай тогда сейчас чекнем Face ID, потому что это важно, да? Да, конечно. По-любому надо проверить Face ID. Вот, и дальше. Момент X, блядь. От этого зависит цена телефона тоже. Бинго! Face ID работает. Face ID рабочий. Слушай, ну, давай думать-то, что делать. Вопрос мне вот больше интересует с Wi-Fi. Почему он ловит только... Нашел одну сеть, и то слабый сигнал. При этом у нас 10 тип, как грязи на эту. Ну, сейчас вот, допустим, мы открываем. Ребят, спрашивают, каким сам iPhone пользуешься? Десяткой. Так. Вот, по крайней мере. Если так сравнить. И причем, вот это показывает прям полностью сигнал. Честно говоря, до открывания, по-моему, он нормаль ловил. Да, вскрытие смысле с этим. До вскрытия, да. Ой-ой. Ой-ой. Дискотека, дискотека. Короче, ладно, ребят. На самом деле, я не знаю, здесь может быть... Мне кажется, антенна же не перебирает. Да, может, что-то отвалилось до антенны. Ничего страшного. Ну, надо... Короче, это такой будет проект восстановления из говна и палок. Поймал еще один. Ага. Восстановление из говна и палок айфона 10. Напишите в комментариях, как вот вы думаете, что с ним делать. И потом куда девать. Мне интересно ваше мнение. И, соответственно, на основании отзывов будем, соответственно, заказывать соответствующие запчасти. И пытаться восстановить его. Может быть, пользоваться буду. Может быть, продам. Посмотрим. Спасибо. Спасибо.